Здравствуйте, с вами программа «Ланч» со звездой, я ведущая Ольга Степаненко. У меня в гостях поделится салон красоты и здоровья «Импульс» Алена Василяускас. Аленушка, каково это быть сильной, успешной женщиной в наше время? Потому что вы, в принципе, являетесь такой, как я вас считаю, про себя, вы успешный человек, который добился многого, вы бизнес-леди, вы мама. То есть как это быть в наше время, такой, как вы? Ну, на самом деле, достаточно просто, главное делать все с удовольствием. И любить своих детей, любить свое дело, чем ты занимаешься, и потихонечку, шаг за шагом развиваться. А вы скажите, долгий же период, как я поняла, вот за кадром вы 9 лет назад, мы сказали, открыли один салон, да? Правильно я говорю? Да, верно. Не ошибаюсь? Потом другое, вот сейчас очень много преобразований происходит, вы расширяетесь. Как это вот не потерять веру во все это, не потерять этот вкус, да, к тому, что вы делаете? Ну, так в том-то и дело, что вкус не теряется, когда ты движешься. И кому как на тебе об этом знать. То есть постоянно какой-то прогресс должен существовать? Постоянно какой-то поиск каких-то интересных проектов. В мире очень много всего нового появляется. Успевай только следить за всем. Всегда можно найти какие-то дополнительные, какие-то новые применения тем знаниям, которые ты уже имеешь. Когда вы начинали, что было самое сложное тогда для вас? И вот насколько сейчас вы на это все смотрите, наверняка это большая гордость, это большой труд для вас, путь становления вообще. Но наверняка были какие-то периоды, когда я хотела просто отказаться от всего этого и просто махнуть рукой и сказать все. Были такие моменты в вашей жизни? Никогда нет. Нет, да? Нет. Я любые трудности воспринимаю как очередную задачку, которую нужно просто решить. И трудности для меня являются... Мотивацией какой-то, да? Я к этому отношусь как к тренажерам. То есть это тебя тренирует и когда ты осилишь эту нагрузку, ты становишься только сильнее. Поэтому если случается какая-то ситуация в жизни, то я ее стараюсь с холодным умом проанализировать, решить и идти дальше. Вот вы давно в этом бизнесе, как меняется вообще женщина? То есть наши женщины, которые непосредственно к вам обращаются. Какие-то у них запросы другие появляются. Более капризными становятся. Либо, наоборот, проще. То есть как вот женщина наша типичная в Молдове, она современная вообще? Я думаю, что да, так как с развитием интернета у нас есть доступ к информации абсолютно любой. И очень легко сейчас стало работать, потому что человек приходит, уже с ним можно разговаривать, и он все понимает. Когда ты ему что-то новое рассказываешь, очень часто он уже об этом знает. То есть не удивить уже? Не удивить, но в то же время приятнее стало работать. То есть уже люди не просят, сделайте мне ботокс в губы. То есть они говорят, мне нужна гиалуроновая кислота. То есть качество разговора повысилось. Если так отойти от карьеры, допустим, вернуться, может быть, в ваши корни. Насколько я знаю, что у вас есть литовские корни, фамилия тоже очень интересная. Как это вообще вас раскрывает как женщина? Какие-то моменты вы в себе чувствуете природные из того, скажем так, рода, из тех корней? Что вы себе замечали? Я думаю, это мой темперамент. Я интроверт. Я не публичная личность. Мне нравится проводить время за чтением, рисованием и планированием своих проектов. Ну, наверное, так. Немножко реагирую по-другому, чем южный человек. То есть более такой какой-то степенный образ жизни. А вот публичность наверняка же, ну вот и часто вообще, в принципе, принято, что человек, который владеет чем-то там салоном, салоном красоты, оздоровителем каким-то комплексом и так далее, то есть он должен быть на виду, он должен быть лицом компании. Вы так не считаете? То есть что нужно везде появляться, быть на виду, строить какие-то связи и так далее? Это не влияет на пиар, на раскрученность, на рекламу лишнюю? Безусловно, это влияет. Но я считаю также, что бесполезно постоянно светиться, при этом имея плохое качество услуг. То есть я стараюсь все же делать упор на постоянное повышение качества услуг. У нас образовался достаточно большой круг наших любимых клиентов, которые ходят нам много-много лет. И я в основном делаю упор на сохранение этих отношений. А вот ваш коллектив, он меняется? Нет? Какой вы руководитель? Строгий? Нет, я не строгий. Я стараюсь подбирать людей, с которыми мне приходится вести жесткие разговоры. Конечно, нельзя сравнить тот салон, который я открывала 9 лет назад, который не имел ни окон, ни нормальной вентиляции. Просто площадь, которую вы арендовали, насколько я читала в интервью, в ваших предыдущих, просто было помещение, которое вы взяли под себя. А сейчас уже совершенно другой уровень. Да, и он полностью отвечает всем современным европейским стандартам. Там абсолютно шикарные условия для работы и для посетителей, которые приходят. И, естественно, коллектив тоже меняется. Кто-то остается, но очень многие люди, очень многие сотрудники, они готовы расти вместе со мной, и они остаются на том уровне, где им комфортнее. То есть каждый выбирает. И мне сейчас очень приятно то, что наша команда, которая сейчас образовалась, с этими людьми можно многое свершить. И это люди творческие, с ними есть о чем поговорить. Не надо объяснять многие вещи. Я очень горжусь сейчас своей командой. Вы, по сути, свои творческие человеки. Насколько я знаю, что вы очень хорошо рисуете, и вы оканчивали, если не ошибаюсь, художественную школу. Я училась в художественной школе ровно один год. В экстерном, да, что-то сдали? Но, тем не менее, вы хорошо рисуете. Так вот, мне интересно, люди творческой такой натуры, все-таки вам пришло в голову однажды открыть свой бизнес, свое дело. То есть вы все-таки, наверное, по натуре своей больше материалист, либо вы больше духовный человек, либо вы практик, либо вы... То есть мне интересно, какой у вас стержень. Как тогда вы привелась такая идея, да? В принципе, это же коммерческий был проект, задуман вами. Да, я прежде всего хотела стать независимым человеком. Потому что у меня были истории, которые меня к этому сподвигли. То есть у меня был неудачный брак. Ну, я решила не полагаться на... Кого-то? Кого-то, да. И организовать собственный... Это для меня явилось очень сильной мотивацией. То же самое я привила и своему ребенку. Она достаточно сильная личность. И в то же время она сохранила эту женскую мягкость и мудрость. И я вижу, как она выросла. Она будет просто идеальной женой. Расскажите мне, все-таки вот мы ушли от творчества, да, и материализма. То есть вы все-таки больше человек, который мечтает и реализует это в жизни. Либо вы в отвердности на ногах, и вы реалист. Я думаю, что это симбиоз и одного, и второго. Как воспитывала вас ваша мама? Честно говоря, себя вырастила и воспитала я сама. А также я помогала воспитывать младших сестер. Я была старшей в семье. Ну, была и есть. И у вас еще две сестры, да? У меня есть еще три сестры. Три сестры. Младшая и две близняшки. Обалдеть. И получается, что в 8 лет я уже занималась... Имид, да? И да, я помогала своей маме воспитывать младшеньких. Как это вот расти вообще в женском таком коллективе, так сказать? Это развивает какое-то чувство конкуренции или личности, или... Лично у меня ее не было, потому что я знаю свои возможности, я знаю свои плюсы и минусы. И я их принимаю такие, вот как они есть. Да, там в чем-то я хуже, в чем-то я лучше. Вот, поэтому с моей стороны никогда. Вот только любовь. Что вам кажется вот в понимании женщины с большой буквы, да? Кто эта женщина? Какая она? Прежде всего. Какой вот для вас, в принципе, вот этот авторитет есть? Женщина, которой бы вам хотелось быть, которой вы пришли сегодня, да? Быть может. Можно сказать, что на 90% я реализовалась, то есть даже более чем в определенных моментах, да? Конечно, у меня есть еще какие-то, происходят какие-то процессы, которые еще не завершены. И я продолжаю действовать, я продолжаю искать себя, искать максимально комфортное состояние для себя. Но в плане той задачи, которую я для себя поставила, это вот встать на ноги. Самореализоваться, быть личностью, да? Да, я ее выполнила. Ваша дочь, какие у вас отношения? Знаете, вы живете за границей, наверняка вы не часто видитесь, но тем не менее, я знаю, что вы созванетесь постоянно, даже вот до эфира сейчас, да? Как вы поддерживаете связь? Насколько вы близки? Мне небеса подарили этот подарок. Я очень счастливая мама, потому что ребенок у меня не только красивый, но и душой красивый. Поэтому я радуюсь каждый день, и мне нравится то, что я вызываю у нее восхищение, она мной гордится. Кстати, в Кишиневе есть еще один человек, которым она восхищается. И это ты. Спасибо большое, мне очень приятно. Она, на самом деле, очень часто мне говорила, что вот ты развиваешься очень то там, то тут, то здесь, в разных проектах. Даже вместе мы с ней успели поработать несколько раз, да? Да, но вот с тех пор она, ты ей очень нравишься. Спасибо большое. У нас сегодня интервью сами, поэтому все-таки я перейду больше на вашу тему. Но вот она живет за границей. Для вас это было серьезное решение, чтобы она уехала еще в таком, скажем, подросток, можно сказать, еще так сейчас. Да, она уже в старших классах, но тем не менее. Она уехала в возрасте, когда была совсем еще юной, совсем крошкой, можно сказать. Как вы это переживали? И как вам кажется для родителей, которые отдают своих детей за границу? Это хороший опыт, хорошая практика? Я думаю, что каждый родитель знает своего ребенка, что для него лучше. Есть дети, которые тихие, спокойные, и им лучше всего сидеть рядом с родителями. Моя Диана настолько непоседливый и энергичный ребенок, что здесь, в Кишиневе, я ей не могла дать всего, что... То, что он комфортный, в котором ей было бы комфортным, да? Да, да, да. А там она настолько развилась, она буквально за год изменилась в лучшую сторону, разговаривает еще на нескольких языках. Директор школы ее любит, как свою родную дочь, и ее менталитет очень сильно изменился. И наши отношения только улучшились от этого. У вас не было желания уехать в другую страну никогда? Понятно, что у вас здесь дело, да, с вашей жизнью, но тем не менее. Очень многие уезжают сейчас, и вам кажется, что это не актуально жить в нашей стране? Были желания, конечно. Но они очень быстро проходят. Все же я научилась ценить то, чего я добилась. И я понимаю, что если бы я поддавалась этим порывам, да, и кидалась бы из стороны в сторону, то я не... Ничего бы не получилось, да, возможно? Нет, все же я иду по выбранной мной дороге, и каждый раз убеждаю, что я правильный выбор сделала. Кто знает, что будет через 5 лет, но на сегодняшний день я счастлива, довольна, что я есть. Какие у вас отношения с конкурентами? Сейчас просто рынок, много чего происходит, да, то есть, если раньше это был дефицит, и сейчас, наоборот, мне кажется, есть перезбыток. Очень много различных каких-то маленьких клиник, салонов и так далее. То есть, как вы чувствуете, в чем этот секрет успеха, успешного бизнеса в вашем деле? Конкуренция стимулирует. Я к ней отношусь абсолютно нормально. Да и скучно быть одним. Одним, да? Конечно. Если конкурент является более сильным, то он является моим учителем. То есть, я анализирую, смотрю, что происходит, какие-то успешные проекты или, наоборот, ошибочные, и делаю выводы. А те, кто неуспешные, так они не конкуренты. Не конкуренты. Я прочитала в одном из наших интервью, что вы даже расписывали фарфор, да, занимались, допустим, для себя, не знаю, для души, или по работе своей, таким видом искусства, насколько вообще вы, вот, мастер, приготовить что-то вкусное, я не знаю, рукоделем заняться, чем-то таким. Я как понимаю, что вы так отдыхаете наверняка, вы рисуете тоже сейчас, или я не права, я ошибаюсь? Да, верно. Ваш отдых, скажем так, да? Да, это мой наркотик, я сажусь, я могу два дня не вставать. Вы прекрасно чувствуете цвета, я вижу по палитре, в том, в чем вы сегодня одеты. Наверное, вам очень близко заниматься искусством, да? Спасибо, но я также очень люблю ярко-красные. Ярко-красные. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что ваша мама была педагогом, тоже из одного интервью прочитала. Мы уже поговорили, как она воспитывала вас, но вы, допустим, какие-то для себя моменты в отношении вашей дочери, вы переняли для себя и воспитываете ее в том же ключе, либо у вас совсем другой подход был к ее воспитанию? Я рано ушла. Просто много родителей смотрят, поэтому... Я рано ушла из семьи, очень много того, что я дала своей дочери, это исходя из собственного опыта. Моя жизнь более насыщенная, чем жизнь у моей мамы, да? То есть она работала и жила с отцом абсолютно так, как живут... Стандартно, да? То есть стандартно семьи, да. Моя же жизнь была достаточно интенсивной. Я, можно сказать, прожила несколько жизней. Я была и в роли матери, жены, бизнесмена, художницы. Было очень много интересных историй, и поэтому у меня есть чем поделиться с ней. Если бы у вас была возможность написать книгу, о чем бы она была? Мне кажется, что, может быть, стоит сделать это в более взрослом возрасте. Я бы, скорее всего, не писала бы мемуары о своей жизни. Я не считаю себя особо выдающейся личностью. Но я бы хотела поделиться какими-то знаниями, если я буду ими обладать. Допустим, я научусь чему-либо и буду владеть какими-то авторскими методиками, неважно в какой сфере. То я бы с удовольствием ими поделилась в этой книге. Знаю также, что вы две недели, первая, которая родилась Диана, да, ваши дачи, не знали вообще, как ее назвать. Вы, был такой момент в вашей жизни. Как вы считаете, когда вообще ребенку дают имя? На что стоит опираться? То есть стоит назвать в честь кого-то? Вот именно ваше мнение какое-то? Либо, наоборот, брать имя, которое не похоже? Либо которое в тренде сейчас? Потому что у нас есть определенная систематика того, что модным становится. Как вам кажется? Нет закона. Как хочется, так можно и называть. Я смотрела на нее. Были, когда она спала, там, игралась. Оно пришло, имя. Так это же Диана. Расскажите мне, чем вы занимаетесь в свободное время? Что для вас приносит самую большую сатисфакцию и удовольствие? Помимо работы, я знаю, что вы трудоголика, наверняка вам нравится проводить большую часть времени на работе, в офисе, но тем не менее. Что вы любите делать? То, чего, может быть, не знают люди о вас? Поездки, вкусно поесть, провести... Путешествовать много. Какие города у вас любимые? Все. Я стараюсь находить в каждом городе, в каждой стране какие-то интересные места и получать от этого удовольствие. Готовите, да, вы сказали, вкусно? Ну, редко. Но метко. Какой идеальный мужчина, вот в вашем понимании, кто этот человек? Такой насущный вопрос, но тем не менее. Сейчас я считаю, что идеальный человек для меня – это человек, который будет обладать определенными качествами, и его ценности будут такими же, как и у меня. То есть единомышленники, скажем так, да? Единые какие-то мысли? Ну, и прежде всего, человек, на которого можно положиться. А на вас можно положиться? Какой вы у человека в отношениях? В дружбе, в любви. По-разному бывало. Когда я нахожусь в поиске, то, естественно, я бы не сказала бы, что я очень надежный человек. Ну, если я понимаю, что человек, который находится рядом – мое, я готова отдаться сполна и… Без остатка, да? Да. А если говорить про дружбу, дружбу между женщиной и женщиной, мужчиной и женщиной, вы в какую из них верите, в какую, допустим, наоборот, не верите? Если между мужчиной и женщиной нет каких-то не претензий, а претендований… Да, да, есть такое слово. Да, то абсолютно легко можно дружить в долгие годы. Если же кто-то пытается… Претендует на какой-то флирт, да, или что-то большее, то нет. То начинается требование с какой-либо стороны, и все, дружба невозможна. А женщина – женщина. У вас есть близкие подруги? Нет. Нет. Вы больше одна, либо вы больше дружите с мужчинами? Я абсолютно со всеми нахожусь в хороших приятельских отношениях. Насколько в твоем понимании дружба? В моем понимании дружбы, наверное, все-таки у меня есть только одна близкая подруга, которую я могу сказать, допустим, с которой я прохожу долгий период в жизни, это еще со школьной скамьи, и вот я каждый раз убеждаюсь в том, что нам нечего делить, и мы совершенно разные люди, но у нас есть общая взаимная любовь, как бы, вот так. Но я думаю, что это большая редкость, потому что в наши дни, наверное, чаще присутствует какая-то зависть, люди не могут порадоваться успехом, наверное, вы сталкивались тоже с такой проблемой, да? Да, потому что тяжело переносить присутствие более успешного человека рядом. Поэтому мои знакомые, которые, допустим, не развивались, да, они чувствовали себя дискомфортно рядом с мной, я это понимаю. Поэтому дружбы не получалось, хотя я со всем сердцем пытаюсь поддерживать эту дружбу. Женщин, которые независимы, успешны, их не так уж и много. И чаще всего эти женщины заняты, поэтому для дружбы остается совсем мало времени. Мне кажется, что вы очень яркая женщина, и на вас она обращает внимание. Вам это приятно, иногда вам это мешает. То есть как вот быть яркой такой леди, бизнес-леди, как вам в этом образе? Я совсем недавно вспомнила свои мысли, которые у меня были в 25 лет. Это, конечно, может звучать абсолютно парадоксально, но я мечтала, чтобы мне стало 40. Чтобы я уже не была такой яркой, да, и занималась своими любимыми делами, и не пыталась... У меня очень много времени уходило на то, чтобы соответствовать ожиданиям других людей. И было такое, что по несколько часов, каждый день, по 3 часа мне нужно было приводить себя в порядок для того, чтобы... Соответственно, да? Да, раз из меня сделали вот такой вот яркой личностью, значит, я ей должна соответствовать. Это определенная несвобода. И это все проходит. Главное, к этому нормально относиться. Я думаю, что можно быть еще более счастливой, будучи 60-летней старушкой с морщинкой, с морщинками, с ярко-красной помадой, и делать абсолютно все, что захочется. Не надо ставить акцент только на своей внешности. Вот интересно, кстати. А что сейчас ничего в тренде вообще, в моде? Что женщины хотят наши? Прежде всего, это выглядеть естественно. Ушли абсолютно эти утеные губки, нарученные ногти, волосы, все, что... То есть максимальная естественность. Максимальная естественность, она... Ну, вам это выгодно? Вы же в том числе занимаетесь этой деятельностью. То есть, ну, что касается, да, там, я не совсем разбираюсь в профессиональных терминах, но тем не менее вы поняли, что я имею в виду там лифтинг, да, какие-то тоже гиалуроновая кислота и так далее. То есть как филеры, да? Это все, естественно, продолжает делаться, но уже не в таких дозах. И на самом деле сохранить натуральность намного сложнее, чем, допустим, там, приклеить волосы. Ну да. Вы себя считаете удобным человеком или неудобным? Абсолютно удобным. Я никогда не вторгаюсь в личное пространство человека. Я всегда стараюсь угадать, когда стоит заводить какие-то темы, когда... И я считаю себя в этом плане абсолютно успешной. Вы очень часто меняетесь. Я просматривала какие-то ваши фотографии, интервью предыдущие, да, то есть давнешние и очень давнешние. Меняется длина, чуть-чуть оттенок, цвет волос, да, то есть ваш образ, может быть, стиль даже одежды. От чего это зависит, как часто вам хочется меняться, или вообще стоит ли экспериментировать с женщиной? Либо нужно найти саму себя и как-то к этому не заменять. Как вам кажется? Это так, скучно. Ну, почему нет? Да. У меня был момент, был период, когда я ходила с ярко-фиолетовыми волосами. Да ладно. Я бы мечтала получить эту фотографию. Да. То есть я одевала ярко-желтую майку и фиолетовые волосы каре. Это сколько вам было лет? Это было уже после 30-ти. О! И как реагировали люди? Я садилась в свой маленький джип и ездила с сестрами, абсолютно была счастлива. Как вы решились на это? Я думаю, что это единица решается на фиолетовый цвет волос точно. Ну, наверное, все-таки творческая натура иногда просит каких-то... Вмешательств, да? Вмешательств. Какие у вас, может быть, вот есть пожелания к нашим зрителям, потому что нас смотрят очень много мам, пап, там, молодежи в том числе, да? Но это люди, которые хотят стремиться к чему-то, хотят, может быть, обладают тоже этим успехом, какой-то популярностью. Люди, которые смотрят на вас и хотят быть похожими на вас. Что бы вы посоветовали им? Я бы посоветовала обращать внимание на свое внутреннее состояние. Так как любое состояние, повторяющееся два, три, четыре раза, входит в привычку. И неважно, это радость или уныние. Негатив. Поэтому надо очень аккуратно следить за этими состояниями, прислушиваться постоянно к себе и, может быть, иногда даже искусственно генерировать и стимулировать состояние радости. Это работа. Но потом, на самом деле, очень легко становится жить. И ты становишься приятным не только для себя, но и для окружающих людей. Аленушка, у вас большая команда. Хочу вручить вам эти пироги к чаю, но только после вопросов, которые поспешу вам задать. Вопросы острые, такие, но слегка с характером. Скажите, пожалуйста, много ли поступков было в вашей жизни, за которые вам стыдно? Бывало. Как без этого? Конечно. Почему со временем в интимных отношениях супружеских пар очень часто исчезает страсть? Как вам кажется? Как вообще ее поддерживать? Я думаю, что людям надо чаще проводить время вместе. Со временем этого времени становится меньше, и люди просто отдаляются. То есть какие-то традиции нужно есть? Обязательно. Пить чай с пирогом, да, по вечерам вместе обсуждать, день как прошел. Наличие обручального кольца становят ли вас от флирта? Если у меня будет там флирт. Если у меня будет обручальное кольцо, то я и не буду флиртовать. Зачем? Какое ваше отношение к гомосексуализму? Потому что в наше время это актуальный вопрос. Каждый живет так, как ему комфортно, да. Но я против активной пропаганды этого. Последний вопрос. Был ли у вас страх при беременности? Были ли у вас какие-то изначально вот такие эмоции, да? Не то, что они негативные, но как каждая женщина, наверное, она к этому относится шокирована чуть-чуть. Все-таки не можешь себе представить до конца мамой другой немножечко ипостаси. Нет, я сразу полюбила свое состояние, и радости было намного больше. Если были какие-то моменты страха, то они сразу же глушились радостью от ожидания. Спасибо вам большое за искренние ответы. Пироги к чаю от Tartoni, производимые калибри специально для вас. Спасибо. Приятного аппетита. Надеюсь, вам понравится. Хорошего чаепития. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok